Через полчаса. Вы слушаете Радио Спутник. Здравствуйте, друзья. Для вас в прямом эфире работает Радио Спутник. По субботам мы по традиции пытаемся разобраться в истории нашей страны. Я вот сейчас подумал, что, знаете, мы учили ведь историю, в частности, что происходило в феврале 1917 года. Ну, нам преподавали это как нечто не очень важное такое по сравнению с тем, что произошло затем 25 октября. А на самом деле, вот сейчас, глядя уже, может быть, на эти события по-новому, с высоты 2022 года, хотелось бы вообще понять, что такое февральская революция для нашей страны. Там все начиналось с лозунга «хлеба», закончилось требованием «долой царя». Историки пишут, что произошло это стремительно. Многие не ожидали такой резкой смены вот этих экономических требований на политические. Ну, это частное мнение историков, и действительно так было. Но империи оставалось жить всего несколько дней. Бывшие подданные Николая II внезапно проснулись уже в другой стране через 6 дней, по-моему, или через 7 дней. Что привело к февральской революции? И как на самом деле она проходила? Говорили, что она бескровная, но, кстати, ведь жертвы на самом деле были немалые. Профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Сейчас на прямой связи со студией радиоспутника. Здравствуйте, Герман Анатольевич. Здравствуйте. Нам, чтобы понять, что такое происходило в феврале 1917 года, мне кажется, нужно обратить внимание на то, что в учебниках особо-то не пишут. Вот мы с вами, позвольте, мы с вами представим, что мы находимся вот в то время в Москве или в Петрограде, в столице. Как на самом деле простые люди жили вот именно в феврале и именно через неделю после того, что мы называем февральской революцией. Вот ты просыпаешься, бац, а власть уже другая. А зарплату-то кто будет платить, если власти нет? Хороший вопрос. Но вы знаете, если бы мы с вами находились в Москве или в Петрограде, то, я вас уверяю, вы бы не поняли, что произошло. Потому что в нашей жизни ничего бы не изменилось ни за год, я бы сказал, до, ни буквально до событий октябрьской революции и после. Вы знаете, я вам поясню, что я имею в виду, почему я так утверждаю. Я помню одну из знаковых конференций, которая проходила, посвященную 70-летнему юбилею этих событий, февральская революция, которая собрала весь цвет отечественной науки. И тогда, это были 90-е годы, это было очень сложно еще науке ориентироваться, потому что у нее еще было вот это вот марксистское наследие, вот эти учебники, про которые вы говорите, где февраль ничего не значит, а все значит октябрь. И нужно было как бы по-новому все это дело объяснять. И вот тогда как раз рождались новые концепты, новые объяснительные механизмы, которые, собственно говоря, так или иначе сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня в науке. И вот красным рефреном среди всех выступающих там на конференции звучала одна мысль, что февральская революция явилась неожиданной для всех. И что самое странное, она явилась неожиданной для рядовых членов политических партий, которые эту революцию совершили, в том числе для кадетской партии, для всего прогрессивного блока и так далее. Неожиданно из ничего. Отсюда в свое время Генрих Зинович и офис формулировал тезис о том, что нам вообще нужно отказаться от представления о закономерности в историческом процессе. Ну и что понимать это можно было двояко. Либо самих закономерностей нет в объективной реальности, все подчинено каким-то случайным явлениям. Либо мы пока не научились эти закономерности открывать. Но, то есть я к чему? В Москве и Петрограде мы с вами не поймем ничего. Потому что это городская среда, это центры сосредоточения политической власти, политической элиты. И процессы, которые протекают там, они, в общем-то, несколько вторичны. А смотреть нужно на то, что происходило в целом со страной, с ее экономикой, с ее социальной сферой. А это, конечно, 90% страны за пределами Москвы и Петрограда, и даже больше. Напомню, что вплоть до сталинской коллективизации Россия по своему укладу страна аграрная. И по от 70 до 90% основное население страны это крестьянство. А если иметь в виду, что пролетариат, который действительно формируется мощно достаточно в 19 столетии, он все равно связи с деревней не теряет. Но вот характерный предмет Есенин, с одной стороны он московский озорной гуляка, а с другой стороны все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы. То есть ментальный рабочий класс, он все равно с деревней связан. И поэтому процессы, которые происходят в аграрном секторе России, с силой того, что она аграрная сторона, они являются ключевыми для понимания всех потрясений, которые нашей страны произойдут на рубеже 19-20 века. Помогите нам, пожалуйста, Герман Анатольевич, понять, что же произошло. Потому что такая резкая смена в тех же самых учебниках, по которым мы учились. Может быть и сейчас по ним учатся, там чуть-чуть они видоизменены всего лишь. Столыпин. Россия становится такой передовой аграрной страной. Реформы. Россия экспортирует зерно. Все такое красиво-красиво, хорошо. Прошло 10 лет. Ой, меньше. Какие 10 лет? В 16-м году уже объявляют про разверстку. То есть, на мой взгляд, это просто берут и у крестьян отбирают то, что... Ну, отбирают их урожай. Да как такое вообще возможно? Подождите, при Столыпине более-менее все хорошо, страна развивается. И тут пара лет прошла, и все. Вот Столыпинская аграрная реформа, это тоже, конечно, один из центральных вопросов. Но здесь у нас тоже ведутся дискуссии об эффективности этих реформ. Но я скажу вам так, что вот, конечно, отчет нужно вести от реформы 61-го года, от Великой реформы 61-го года, 1861-го года, Александра II, когда, казалось бы, должен был бы наступить конец феодализма в России. То есть, было отменено крепостное право. Но дело в том, что сама эта реформа, она в реальности привела не сколько к улучшению положения крестьянства, сколько к его ухудшению. Поскольку условия, на которых их отпустили, они, ну, в общем-то, я бы сказал бы, чудовищны. Почему? Потому что ведь умудрились при этом не тронуть помещичьи земевладения. Причем помещичье земевладения принципиально сохранялось для южных регионов России, там, где южно-русские черноземы, там, где были крупные латифунди и помещичьи. И, соответственно, вот именно там экспортировалось зерно за границу пшеница. И вот эта земля осталась у помещика. Основное же крестьянское население при этом сосредоточено так исторически сложилось в центральном нечерноземном районе, в зоне рискового земледелия, где пшеница не растет. Значит, там помещики были заинтересованы в сохранении тех или иных форм зависимости крестьян от них, потому что земля неплодородна, они такого урожая, как южные помещики, не получат. Вот так реформа 61-го года, она эти формы зависимости сохранила, потому что у крестьянина ему вообще земли не дали. Причем, когда вот эту реформу обсуждали, то там стал вопрос, а вот хотя бы огород, вот непосредственно там, где дом стоит, крестьянина, приусадебная вот эта вот его, хотя бы этот-то ему оставим? Это не оставили. Даже за это он должен был платить помещик. Ну, давайте скажем все-таки, Герман Анатольевич, ни в коем случае не спорю с вами, как вы понимаете, да? Давайте скажем, так опять же, если я говорю, что с 10-го года там немало времени прошло, но с 1861-го достаточно, и императоры сменяли друг друга, и что же никому в голову-то не пришло, что что-то с реформами не так, то есть получается, что Николай II вот с этим совсем наследием, он получился заложником ситуации, которую заложил его предшественник, как раз отменив крепостное право, но так, что крестьянам-то легче и не стало. Вы знаете, в каком-то смысле наши императоры, они все заложники ситуации после реформ Петра. Обратите внимание, что все императоры, все императоры России XIX века, начиная Александр I, Николай I, Палкин, жандарм Европы, они все понимают необходимость отмены крепостного права в России. Все понимают. У них восстание вроде бы декабристов было, которые тоже за отмену крепостного права. А при этом Николай I, подавив декабристское движение, создает после этого тайный комитет по отмене крепостного права. В тайне от кого? От единственного господствующего класса в стране, которому принадлежит вся власть. Класса поместного дворянства, которому принадлежит государственная власть, они на государственной службе находятся и по табелю о рангах с определенного уровня получают, это потомственное дворянство. И экономическая власть у них находится, потому что в аграрной стране самая плодородная земля принадлежит им. И поэтому шаг вправо, шаг влево от интересов поместного дворянства, апоплектический удар. И они это прекрасно понимают и боятся. И в этом смысле, то есть беспомощность определенная русских императоров, она, в общем-то, очевидна. И даже Александр Второй, почему понимая многие вещи, ведь он же пошел как, он, помните его трону на речи, он что сказал, будет, если, обращая дворянство, нужно отменять крепостное право. Если вы этого не сделаете, будет революция снизу, и нас сметут. Поэтому я вам предлагаю начать сверху. Но он заканчивает чем? Но если вы не захотите, то, конечно, мы ни на что не пойдем. Николай Второй получил, конечно, тоже наследие в этом смысле очень сложное. И более того, с одной стороны, он очень противоречивый. Личность человека, политика его противоречива. Потому что, с одной стороны, он был готов на реформу, он же пошел. Он ведь в 905 году, манифест 17-го года, он же дал все либеральное. Страна была, по сути, по своей, политически либеральная. Свобода пресса была? Была. Свобода совести была введена? Была введена. Органы политической демократии были введены? Были введены. Осталось сделать, вот для того, чтобы полностью трансформировать страну, один единственный шаг. Дать ответственному министерству, вот что будут требовать все эти наши революционеры. Ответственному не перед царем, а перед Думой. И тогда, если бы он этот последний шаг сделал, мы бы стали уже тогда, в 2005 году, классической, так сказать, монархией, конституционной. По образу и подобию Англии. Ну, я так понимаю, Герман Анатольевич, что там и в самой императорской семье было две, она разделилась на две части, которые были одна за, другая против. То есть, там даже и в семье-то не было согласия. Не было, не было. Великие князья все были, в общем-то, либерально мыслящими людьми. И они требовали от него этого последнего шага. И вплоть до того, что он в 2015 году, он запретил вообще великим князьям с ним разговоры. Просто указ, запрещающий великим князьям вести с ним политические разговоры. Вот. Но с другой стороны, Николай, понимаете, в чем дело? С одной стороны, это идет на реформы, а с другой, вот ментально, он мистик. И он был вот до последнего убежден в том, что монархия – это единственное возможное промо-правление в России. Ой, вот мы об этом еще обязательно поговорим, кстати, его убеждения по поводу монархии. А здесь, Герман Анатольевич, скажите мне, тут без пресловутого Распутина, к сожалению, не обойтись. Уже что-то про него не говорили. И, ну, вот ваше мнение мне интересно, действительно ли он оказывал на императорскую семью такое влияние, о котором вот все пишут, говорят, и действительно ли вот это убийство в декабре 16-го могло привести к трагическим событиям февраля, а потом октября? Знаете, вот хороший вопрос, отвечу так на него. Дело в том, что, знаете, вот мы пять лет тому назад отмечали столицы революции. И, казалось бы, в 1991 году мы же, в общем-то, сделали цивилизационный выбор в сторону февраля. Пользовали, ну, в либеральное же общество, да, сейчас, собственность и так далее. Значит, и, казалось бы, вот уже мы 30 лет живем вот в этом новом либеральном обществе, и, в общем-то, февраль должен быть нами сейчас поднят на, так сказать, то самое место, на котором в Советском находился октябрь. Так вот, дискуссия эта столетняя, вот о революции показала, что у нас и в обществе, и в науке до согласия еще очень далеко. И по поводу Распутина продолжаются, ну, просто у меня удивительные споры, вплоть до того, что одни его, ну, как в советские годы его рисовали, так и, собственно говоря, появились исследования, которые буквально ведут в святые старцы. Вот для того, что обращаются в комиссию о канонизации Распутина. Я вам скажу так. Конечно, подавляющее большинство источников Распутина, они близки к советскому его образу. Подавляющее большинство тех же объективных сохранилось. То, что он имел влияние на царя, особенно на царицу, это не вызывает сомнений ни у кого, в том числе и у, так сказать, сторонников идеи святого старца. Просто мы расходимся в оценках этого влияния. Одни считают, что негативно, а другие считают, что оно, так сказать, было положительно. Но вопрос здесь, понимаете, в чём дело? Мы, по большому счёту, даже не важно, кем он был на самом деле и как он влиял. Вопрос стоит в другом. Вот образ Распутина и образ его отношений с царской семьёй, он был использован либеральной прессой перед февралём для дискредитации царской власти. Я так думаю, был. Он был использован на всю катушку. Перикатуры, где, так сказать, Распутин, где царица на коленях у Распутина и так далее, и прочее, это расходились миллионными тиражами. И в этом смысле Распутин объективно сыграл, может быть, против своей воли, роль, но едва ли не решающую по дискредитации Института монархии. В феврале 1917 года от Николая отвернулись все социальные слои, даже его социальная опора. И Распутин здесь, безусловно, несёт, ну, если не основную, то очень, так сказать, существенную ответственность. Ну, есть по поводу того, что отвернули. Если в последнее время, то вообще повторяют одно и то же, вот это его слова. Кругом измена трусости и обман. Да, вот так вот Николай II описал то, что с ним происходило. Один из ваших коллег-историков сказал, что, ну, там, Распутин, окружение, всё хорошо. Ну, кроме как сам Николай II, никто ответственность за то, что кругом измена трусости и обман, собственно, не несёт. И помогите мне, пожалуйста, разобраться ещё с самим этим отречением. Вот вы сказали, что он представлял себе Россию только как монархию. Именно поэтому вот простому человеку достаточно сложно разобраться. Он Алексею II, извините, он своему сыну Алексею трон собирался передать. Потом написал, что нет, своему брату Михаилу. В общем, какая-то путаница даже в этом возникает. Вы знаете, это очень сложный человек, очень сложная личность, очень противоречивая. В нём сочетались вещи взаимоисключающие и друг друга, то есть вот которые должны были бы определить характер. Вот ему нужно было бы сделать выбор, очень рано сделать выбор. Но в целом, в личном плане, я лично занимался, кстати, Николаем Вторим, его судьбой. И он лично как человек, он, в общем-то, неплохой. Он не ища диада, как его рисует. Так а мы с ним чай пить и не собирались. Он нас интересует как император, понимаете? Какой он там был человек? Конечно, и ответственность-то, в общем-то, понятно, с него спрос-то не как с человека, а как с главы государства. И вот его черта основная, которая, на мой взгляд, сыграла самую руковую роль в его судьбе и судьбе его страны, это его нерешительность. В конечном итоге и слабость. Он был слабый человек. И при этом вот мистически настроенный, а понимаете, а мистик очень опасна тогда, когда вот отсутствует при этом, она может сочетаться с рациональными элементами мышления, а у него нет. То есть мистик, он руководствуется верой. Не объективной реальностью, вот ходом, а верой. А верой можно внушить любую. И отсюда некоторые вот его неадекватные совершенно реакции, представления о обществе, о его ближайшем окружении, о стране, в которой он живет. Потому что они, эти представления брались из, ну, никак, в любом случае, никак не шли от реальности. И вот, собственно, я, если мы будем рассматривать сам ход февральской революции, я так думаю, что мы еще об этом поговорим, то, может быть, все было, как для страны это стало неожиданно, вот буквально вот до последней минуты, до отречения, так точно так же неожиданно это было и совершенно для него. Он до последнего адекватно не представлял себе, что происходит, хотя информация о том, что зреет недовольство, что вызрел заговор новый, что либеральные партии, прогрессивный блок, они готовят отречение, семья это все знала, информация поступала соответствующая, но никаких мер при этом не предпринималось. В том числе потому, что недооценивали, многие не понимали. Что произошло с Михаилом? Вот тебе, пожалуйста, прямо в руки власть, вот она тебе, ну, это тоже для него, как вы говорите, я думаю, что для него это тоже была неожиданность. Ну, Алексей должен был быть следующим императором. И тут вдруг, Михаил, пожалуйста, теперь ты царь, он берет и отрекается. Ну, как так? Ну, вы понимаете, нет, Михаил, он был более вовлечен, в отличие от Николая. Во-первых, у него груз ответственности был меньше, и они могли бы, великий князь, себе позволить при этом, так сказать, большей свободы, в том числе политической свободы. Но Михаил, он все-таки был сориентирован на, скажем так, либеральной партии России, и он-то в отличие от Николая понимал, что сейчас в стране это реальная действующая сила, которая переходит в власть. И, соответственно, он понимал и другое, что, видимо, понимал, что сам институт монархии, он был настолько дискредитирован в глазах всего населения, он реально был дискредитирован, что, в общем-то, без широкой поддержки социальной ему эту власть не удержать. И в этом смысле он ориентировался на, как бы, вот его, он в каком-то смысле действовал правильно. Ну, он более адекватно оценивал обстановку, в общем, понимаем. Да, на рассмотрение учредительного собрания. То есть он говорит о том, что я гражданин республики, а с этим согласен. Если учредительное собрание меня, как бы, поддержит, как Борис Годунов, земский собор, всей землей, вот так, да-да, то он был бы согласен. В этом смысле это политически было бы, я бы сказал, правильно. Выбор, он бы, если бы он взял бы на себя и стал бы требовать, вот давайте так, я думаю, что это, как бы, и сыграло бы тоже, все случилось бы гораздо бы раньше. Поэтому Михаил, он в этом смысле был более трезвый политик, но, тем не менее, мы знаем, что все равно судьба беспощадна была по отношению к великим князям. Такое, знаете, набившее оскомину, не хочу, чтобы вы обиделись, но вот это, такой историки говорят всегда так, ход февральской революции. И дальше, на самом деле, тому, как преподавали историю в школе, дальше после этого ход такой-то революции. Я не знаю, можно там про французскую говорить, про любую. Дальше слушать-то не хочется, но давайте попробуем сделать так, чтобы нам, нашим слушателям, было интересно. Вот сам ход февральской революции, чтобы мы поняли, а что, зачем происходило, кроме того, что, ну вот, вышла демонстрация, они требуют сначала хлеба, потом говорят царю уже, уйди, наконец-то, отсюда. А дальше что? В этом вот как раз вся проблема. Дело в том, что, я же говорил, начался это, вот, деятели политических партий, представляете, вот, сами члены этих партий, они в Петрограде находятся. В Петрограде. И вплоть до отречения не понимают, чего происходит. А потом прям понимают, вот, ну, отрекся, потом понимают, что происходит? Ну, я думаю, что мало они что понимали, на самом деле. Но я вам скажу, вот, чтобы нам было интересно еще и послушать, и про ход, в том числе, революции, я вам скажу так, что в историографии, в общем-то, существует два основных подхода к оценке того, что с Россией произошло. Первый подход исходит из того, что февральская революция закономерна в силу того, что вот тот прежний общественный строй, связанный с феодализмом, с монархией, он себя изжил. Я сразу могу сказать, что вообще-то он себя изжил уже в XVIII веке. Но как во всех отношениях он себя изжил. И как экономика феодальная на крепостном праве, и как политическая система он себя изжил. Но это не помешало ему еще 10 лет просуществовать. Это, в общем-то, так сказать, неплохо. И все ресурсы, кстати, такого развития еще были не исчерпаны. Но, тем не менее, действительно, в этом смысле основная проблема страны это нерешенный аграрный вопрос. В аграрной стране нерешенный аграрный вопрос. Вот вам объективная предпосылка для революции. Есть другая точка зрения, которая говорит о том, что... Дело в том, что когда мы будем рассматривать ход февральской революции, то даже не специалисту без труда он заметит, что по форме это был чистый заговор. Даже так? По форме. Это очевидно для всех. Это был... Его, конечно, просто скинули. Заговор был составлен, заговор и так далее, его скинули. Но раз заговор, то тогда никаких объективных причин для февральской революции не было. Это был заговор в том, на все, в том, на все... Я прошу у вас прощения. Вот про первый, что вы говорили, там все понятно. Это мы учили в школе. А вот про заговор, вот это очень интересно. Вот это что-то новое. В эфире радио «Спутник». Сегодня говорим о падении монархии в России, о февральской революции. Вашему вниманию профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, мы с вами остановились на заговоре. Вот пока шел выпуск новостей, я подумал, что подождите, но если же заговор, значит, надо сразу искать. А кому выгодно? Кто должен... Ну, кто хотел бы тогда прийти к власти? Неужели Керенский? Неужели... Или кто? То есть заговор, значит, кто-то во главе стоял. А кто? Ну, во главе не обязательно там конкретные персоналии. Там, где есть совпадение интересов, там, значит, есть возможности договориться. А совпадение интересов, в общем-то, всех политических партий в данном случае. И причем как буржуазных, так и монархических, так и социалистических. А совпадали они... Ведь понимаете, в чем дело? Парадокс состоял в том, что к февралю 17-го года от Николая отвернулись даже монархисты, даже монархические партии, потому что понимали, что с этим царем монархию не сохранить. И в этом смысле устранение Николая были заинтересованы все политические партии страны по разным совершенно причинам. Каждая из них при этом рассчитывала войти во власть, и потом, это уже после решения главного вопроса, повести страну по своему маршруту, в том числе и партия большевиков. Хотя они, кстати, большевики как раз в этом заговоре не принимали участие. Их политический вес был нулевым к февралю 17-го года. А в октябре уже будет решающим. Это тоже очень любопытный феномен, как это все быстро, стремительно протекало. Да, я надеюсь, вы нам сегодня расскажете это. Это же одно из самых интересных. У нас времени не хватит, там много всего. Хотя, понимаете, здесь ключевой момент нужно понять. Вот в июле большевики готовят восстание в Петрограде, июльская демонстрация, лозунг «Вся власть с советом». Ленин в разливе приезжает, говорит, идиоты, чего вы делаете? Назад пахом поворачивай, не рано. Проходит два месяца, приезжает из разлива, и пишет, большевики немедленно должны взять власть. Промедление смерти. Прошло два месяца, что изменилось? Что изменилось? Вот поймете, что изменилось, и вы поймете логику Ленина. У власти покупали все политические партии страны. Все. Три кризиса временного правительства. И никто из них не приступил к решению двух главных вопросов, из-за чего и скинули Николая. Аграрный вопрос. У вас министр земледелия СССР Чернов. И что? Решил аграрный вопрос? Нужно было ликвидировать остатки помещущего землевладения. Что делает Ленин на втором съезде? Принимает декрет о земле. И второй вопрос. Это выход из войны, из Первой мировой. Что делает Ленин декретом о мире? Вот и все. Весь смысл физической технологии. Трифальное шествие советской власти. Профессор, я не понимаю. Они там во временном правительстве что? Ну, они что, вообще не понимали, что надо делать? Ну, либо так, либо действовали сознательно. Зачем? Выбирайте, что вам нравится больше. А зачем сознательно? Чтобы их потом расстреляли? Вы понимаете, в чем дело? Ну, они, почему же расстреляли? Керенский, например. Многие из них, вы знаете, очень хорошо, если потом прожили за границей. Включая Терещенко, Коновалова, Керенского, Маклакова и многие другие. Они еще до революции были богатыми? Или на что они там жили? Потом они уехали, так и что они там делали? Ну, первое. Ну, Терещенко, Коновалов, это миллиардер. А, ну, и они себе уехали, и все нормально, что им? Ну, про то и речь, что, в общем-то, у них, так сказать, там только, сейчас, про прощение, там у Коновалова только, по-моему, а вот Терещенко с Некрасовым там все хорошо, и с Керенским в том числе. То есть, но на самом деле вопрос-то не в этом. Понимаете, в чем дело? Ведь не нужно все сводить к идее заговора, потому что, вот, я так считаю, чтобы Ферральская революция была объективна. Просто в тех обществах, где государственная власть исторически оторвана от общества, и когда она теряет социальную опору и связь даже с своим ближайшим окружением, то в таких обществах революция, объективный ход истории, он себя и проявляет в форме заговора, как самого простого. Вы посмотрите, а что дворцовые перевороты, какая легкость в XVIII веке? Что, вас не удивляет, когда два гвардейских полка решают, кто будет царствовать в стране? Нет, не удивляет. Один из этих вопросов, который я вам хотел задать, вы там перечисляли, а я говорю, подождите, а где в феврале был силовой блок? Потому что, ну, хорошо, все прекрасно, мы вернемся сейчас немножко к февралью, все прекрасно. Он был с февралистами. А, ну, все, то есть... Вообще, основной силовой флог в условиях Первой мировой войны – это генералитет. Генералитет однозначно поддержал февралистов, однозначно. Ну, и все, там у монархии, значит, вообще шансов не было. А, скажите мне, Герман Анатольевич, а вы сказали, ну, или действительно во временном правительстве не соображали, что вот так надо делать, то, что потом сделал Ленин? Они не соображали, они так оценивали, они не владели тем методом познания, которым владел Ленин. Ага, опять роль личности в истории, видимо. Но или действовали сознательно? Вот что меня заинтересовало. Действовали сознательно для того, чтобы что? Я вот не могу вот понять. Сознательно, чтобы передать власть большевикам. Они были в сговоре с большевиками, что ли? Нет, не обязательно. Но если анализировать Керенского, то его поступки, то мне кажется, что, понимаете, то есть либо человек исключительно неглупый, но при этом то, что он делает, ведет к тотальному ослаблению его власти, к тотальному. Ведь Керенский в феврале начинает популярность Керенского в феврале 17-го года баснословно. Я не знаю, был ли еще у нас политик более популярный, чем Керенский в 20-м веке. Где бы он не появлялся, это овации. Гении революции. Качают на руках, так сказать, ну, то есть страна дает ему все карпланши на реформы. А к осени его, ну, уже, так сказать, ненавидят буквально все. Нужно умудриться, чтобы вот так вот за... Понимаете, ну, там много брусилов просто, когда перед наступлением приезжают военные министры. Брусилов о вспоминаниях пишет. Его интересует все, что угодно, кроме состояния армии и наступления. Его интересует, как он перед фотоаппаратом стоит и так далее. Ну, вот человек ведет себя так, что... Ну, я не знаю, ну, вот как это объяснить. Я оставляю свободно, мы этого никогда не узнаем. Но я подчеркиваю, что это фактор несущественный. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот, собственно говоря, трагедия февралистов состоит в том, что они оказались... Вот готовить революцию, они все были гениальны. А когда... То есть разрушать империю. А дальше нужно строить. А вот специальность строить они не освоили. И как строители нового этого общества, неважно, либерального, любого, но нового общества, они оказались совершенно бездарны, они не способны были предложить никакую программу. Ни социально-экономического, ни политического. Они оставляли все до решения учредительного собрания. А страна говорила, нет, мы не хочем учредительного собрания, я хочу сейчас. Что Ленин-то понял. Тем более, что очевидные были проблемы, кризисные явления были. В условиях, подчеркиваю, Первой мировой войны. Кстати, революции в условиях войны, это тоже очень такой момент. Понимаете? Они, в общем-то, не совершаются в условиях войны. А обычно. А сложилось так, что именно война стала таким катализатором. Если бы хотелось бы, вот мы начинали с того, если бы мы простые люди жили бы там в Питере, в Москве в то время, понятно, что в феврале мы ничего бы не заметили, как вы говорите. А вот уже к лету, вот простой доктор, предположим, у которого была практика, я не знаю, там Емщик, еще кто-то. Вот к лету, что простые, обыкновенные люди на себе почувствовали к лету 17-го года? Я думаю, понимаете, обыватель, он ведь не рассуждает, как мы с вами, он не ставит вот таких концептуальных вопросов. Он реагирует на простые вещи, понятно, ему на его условия жизни, на уровень его жизни, на качество его жизни. А что мечтает человек, да? Счастье он мечтает. И вот в июле как раз настроения меняются, поскольку, понимаете, монархию ненавистную свергли. Значит, сразу после свержения монархии должна была быть, либо начаться это улучшение, да, либо должны вот новые политики, молодые, которые вот начиная с 15-го года во всех газетах, со всех трибун критикуют царскую власть, обменяют ее, что это? Помните знаменитая речь Павла Николаевича Мелякова? В миллионах тиражах газет разошедшие, что это трусость или измена в декабре 16-го года. То есть они готовы взять на себя это время власть, они его берут, а в итоге показывают свою полную неспособность, потому что следует провальное наступление в июне. Провальное. А при этом армия готовилась к этому наступлению, там ожидались, что это будет решающее сражение, которое выведет Россию из Первой войны, победоносно выведет и так далее. А поражение войне, в свою очередь, оно ведет не к улучшению, а к ухудшению социально-экономического положения масс. Наконец, внятноэкономическая программа. Смотрите, страна, подчеркиваю, агарная. Значит, вот пришли во власть эсеры, которые ставят крестьянскую партию в власть. И вот этот крестьянин центрального нечерноземного района смотрит на них. Когда же вы, наконец, помещика-то уберете из деревни? Ну вот он уже полный паразит. И они ничего не делают. И продолжают не делать. Вот в этом смысле, я думаю, что в июле происходит, начинает в обществе формироваться вот это вот разочарование вот в этих новых политических деятелях, которые пришли во власть, поскольку не видят их результатов деятельности. Хотим, по крайней мере, даже попытки начать что-то делать. Все сводится к говорильни, вот к оставлению доучредительного собрания. В конце концов, ну соберите учредительное собрание. Что вам мешает? Почему вы все время его откладываете? Вот это недовольство, оно зреет. И, собственно говоря, остальным игрокам остается только наблюдать и выжидать, когда это вот недовольство достигнет своего пика, чтобы потом предложить свою программу, что, я думаю, воспользовались большевики. Ну, то есть получается ровно так же быстро, внезапно, стремительно, и растет вот эта поддержка большевиков с февраля по октябрь. В сентябре, там видите какой момент? Я думаю, что вот он был решающий для Ленина в оценке его, почему он в сентябре вот как раз начинает готовить вооруженное восстание. В сентябре проходят выборы в местные органы и власти, советы. А напомню, что там же двои власти, да, у нас формируются. Мы про них, кстати, ничего не сказали, но это будет не важно. Нет, нет, это важно, потому что двоевластие, ну, все ведь понимают, когда двоевластие, толку не будет. Тут и с одной-то властью не всегда толк есть, да, а когда двое власти, с одной стороны советы, а с другой стороны... А с другой стороны? С другой стороны временное правительство. Но при этом деление происходит такое, если первый состав временного правительства, но председатель — это земец Львов, дальше — это представители кадетской партии и октябристов, то есть это буржуазные партии и, в общем-то, партии крупной буржуазии, то советы — это, в первую очередь, это эсеры и меньшевики. Но при этом у них ведутся определенные... Хотя там есть какая-то полемика, борьба за власть, но при этом, на самом деле, там есть и согласованность. Здесь, вот сейчас историки достаточно хорошо видят, они, так сказать, между собой координируют свою деятельность. И надо сказать, что вот все кризисы временного правительства и смена, собственно говоря, их состава — это постепенно их полевение. То есть когда политические партии, представляющие совет, входят в состав временного правительства. И в этом смысле к сентябрю 1917 года они в этом смысле смыкаются, потому что... То есть вот два спектра политических — левый, грубо говоря, советы, и правый, значит, временное правительство, как бы вот их... Они оппоненты друг друга. Но к сентябрю все... Вот этот весь спектр, он оказывается во временном правительстве и у власти. А вот в сентябре происходят выборы в местные органы власти, в местные советы. И там происходит удивительная динамика. До 70% голосует страна за партии социалистического толка, за эсеров, за, кстати, социалистическое крыло кадетской партии, и такое к сентябрю появляется, и большевиков. Причем, например, вот во Псковской, если не память, не изменяют губерния, там большевиков не было вообще, у них не было ячейки. А там четыре человека большевика проходят в местные органы совета. И вот это как бы вот поливение этого выбора к сентябрю в сторону социалистических партий, оно вот стало для Ленина, я думаю, что вот сигналом для перехода в решительной, к решительной фазе деятельности. Вы вот когда сейчас рассказывали о событиях, которые происходили летом, как постепенно теряли популярность партии, которые пришли к власти в феврале... Корниловский мятеж важен. Корниловский мятеж тоже важен. Он тоже свою роль сыграет. А почему? Давайте поймем, почему Корниловский мятеж именно важен. Там ведь много мятежей было. Все говорят про этот Корниловский мятеж. Понимаете, я напомню, война идет. Идет война. А армия кому подчиняется? Генералитету. А эта армия – это реальная военная сила. За кем пойдет армия, значит, тот мог бы получить очень серьезный ресурс, политический ресурс. Корнилов – фигура чрезвычайно популярная в армии. Чрезвычайно. То есть это человек, который к концу лета реально мог бы претендовать на вот такого представителя военных, высшего генералитета, который мог бы опереться именно на армию. И в этом смысле Корниловский мятеж, то есть если теоретически рассматривать, а вот победу, скажем, то есть если и февралисты, и октябристы это, я имею в виду, октябристы не партию, а вот октябрьскую революцию в очевидении, то это как бы партия революции, да, за слом старого государства и построение чего-то нового. То вот государственники, те, которые как бы за какую-то преемственность российского государства сохранения, то вот эта партия, вот она свой ресурс исчерпала еще или нет, вот генералитет потенциально мог бы вот быть той силой, потому что генералитет – это все-таки патриоты России, понимающие, что война, что не надо ломку и так далее. Значит, они потенциально ресурсом в определенном располагали. И более того, пользуясь авторитетом в армии, это были реальные механизмы, реальные рычаги, политические в том числе. Вот ты сейчас, когда вас слушаешь, Герман Анатольевич? Ну, провал означал, ну, так сказать. У вас, когда слушаешь, просто понимаете, вот рождается такая надежда, когда вы о Корниловском мятеже рассказываете, рождается такая надежда, что у России был еще шанс. Ну, там много говорят, знаете, с негативной коннотацией военная диктатура, все такое. Так почему же этого не случилось? Думаю, что не было. Уже не было. Не было? Думаю, что нет. Почему? Потому что уже момент был упущен. То есть нужны, значит, дело, все-таки необходимость перемен и очень существенных перемен, она осознавалась всем обществом уже, всем. И поэтому любая, ну, слишком много проблем накопилось в стране за 300 лет, которые власть царская пыталась консервировать. Вот все-таки ее ставка на эту полуфеодальную, полукрепостническую систему. И, соответственно, генералитет в этом смысле, как царские генералы, они все царские генералы, они, в общем-то, в этом смысле, они не политики, и они не мыслящие концептуально о построении этого нового общества, не имеющих соответствующих программ и так далее. Они в этом смысле все равно могут обеспечить собой только консервацию вот этого старого государственного и жившего себя полностью строя. И в этом смысле перспективы, я думаю, что у них были, ну, собственно говоря, их не было. Объективный ход, конечно, вел к тому, что необходимо было совершенно идти на реформы. Весь вопрос был в том, кто на себя эту ответственность возьмет и как будет осуществлять в дальнейшем. Мы, конечно, через неделю будем обсуждать более так пристрастно то, что произошло в октябре 2017 года. Но сейчас все-таки хочется у вас спросить. Итак, ну, немного, немного спросить и об Октябрьской революции. Итак, Великая Октябрьская социалистическая революция, говорили мы раньше. Так как вы, так вот, на самом деле сейчас, глядясь с 2022 года, были же, помните, споры. А это действительно была революция? Или это был переворот? Вот то, что в феврале, да, была революция. А вот то, что нам предстоит в 2018 году, в октябре, что это? Вы знаете, я думаю, что нужно объединять эти два процесса, не разъединять их, а объединять их. Это был единый революционный процесс. Перед страной, подчеркиваю, стояли объективные проблемы, задачи. Нужна была политическая сила, которая будет их решать. По форме своей, по форме и февраль. Вот я вам сказал уже, да, вот объективный ход и заговор, они друг друга не исключают, их нужно синтезировать. Есть объективные причины, просто форма такая, она, естественно, для вот такого государства с оторванной властью. И поэтому по форме и февраль, и октябрь, они заговор, элементы заговора и там, и там, конечно, безусловно, присутствуют. Но вот тоже показательно, вы посмотрите, вот они проводят известное собрание, партия большевиков, 16 октября, где они принимают вот это крустное вооруженное восстание. И вы помните, ну это знаменитый эпизод, когда Зиновьев, Каменев, газеты Горького, Новый мир, они публикуют свое несогласие с этим решением, да, в газетах. И при этом через две недели, как по расписанию, как в газетах было обещано, они приходят и берут власть. И во всей стране не находится никого, кто бы стал защищать это временное правительство. При этом обратите внимание еще на один фактор, что вот среди большевиков мы их представляем себе как нечто такое единое, монолитное, да, вот этих красных революционеров, а у них спектр внутри этой партии настолько, спектр расхождения по принципиальным вопросам, о том, что такое коммунизм, о том, как его строить, в каком направлении двигаться, как реформировать страну, что вот этот спектр, я бы сказал, противоречий внутри партии большевиков, он во многом перекрывает, в принципе, весь политический спектр, который тогда существовал, в том числе, включая буржуазная партия. И вопрос о том, какое крыло победит, и по какому курсу пойдет страна, он отнюдь не предопределен. Там были варианты, разные варианты были. Развитие разные взгляды, шла политическая борьба. Она будет вестись очень долго, вплоть до, по сути дела, 28-го года, до года Великого Перелома. А было предопределено, что в любом случае, какой бы спектр на первый план не вышел в этих политических объединениях, главой государства будет Владимир Ильич? Да нет, конечно. Нет, конечно. Я думаю, что нет. Здесь как раз, понимаете, в чем дело, вот закономерно только одно. И считаю, что победа Октябрьской революции в нашей стране, в общем-то, в известном смысле закономерна, потому что наша цивилизация, понимаете, она изначально отличается, все-таки имеет ряд существенных отличий от западной и от восточной цивилизации. Западная и восточная цивилизации изначально и до сегодняшнего дня признают социальную модель, цивилизационную, основанную на принципах социального неравенства людей. Меняются только принципы ее построения. Кровное раствор, вассально-ленная система, рынок, частная собственность, но в любом случае это жесткая иерархия и вертикальная цивилизация. В России мы не знаем, по каким причинам, мы не знаем, мы не можем понять это, но в России вплоть до 30-х годов, 20-го века сохранялась территориальная община. А в эту территориальную общину было вовлечено до 90% населения коренного, ну, России, русских крестьян, и украинских, и белорусских, и так далее. И вот эта община, она не признавала никогда принципы социального, она не признавала частную собственность на земле. Мы не понимаем, почему. У нас даже книжки пишут профессора, которые изучают, говорят, ну вот немецкие профессора, Кауфман, он изучал русских крестьян в конце 19-го века. Я не понимаю, вот немец, любой цивилизованный человек в этих условиях бы ввел бы частную собственность. Русские взяли, все беремостановили общину с ее переделами. То есть это горизонтальная цивилизация, которая так или иначе ставит во главу угла какой-то коллективный способ выживания в очень сложных, конечно, экономических и внешнеполитических условиях. И вот этот коллективизм, он в конечном итоге вырабатывал вот эту идею социальной справедливости, ментально, которая в наиболее последовательном виде, конечно же, выражена в идее социалистической. Другое дело, что реальная практика советская, она от этой идеи отошла, ее не реализовала. Ой, я бы еще час с вами проговорил, потому что интересно, что же в нашей же стране происходило потом. Через неделю встретимся с нашими слушателями. Герман Анатольевич, позвольте поблагодарить вас. Профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов был с нами на прямой связи.